Их называют по-разному – спасительницами, сестрами милосердия. Медицинская сестра во все времена остается одним из главных звеньев медицины. По данным статистики, на плечи медсестер ложится около 80% всего ухода за больными. Сегодня медсестры отмечают свой профессиональный праздник. Дата 12 мая выбрана не случайно. В этот день, в 1820 году, родилась англичанка Флоренс Найтингейл, организатор и вдохновитель международного сестринского дела. О героине XIX века и ее современных последовательницах расскажет Любовь Пермякова. Флоренс Найтингейл родилась в семье богатых аристократов. Она получила великолепное образование для женщины того времени. Прекрасно знала литературу, владела пятью иностранными языками, изучала математику, историю, философию, занималась живописью и музыкой. Ей пророчили блестящее будущее, но она выбрала другой путь. Всю свою жизнь она посвятила разработке метода ухода за больными. Метод этот был гениально прост. Соблюдение строжайшей чистоты в палатах, регулярное проветривание помещений, режим питания, полный карантин для заразных и внимательное отношение ко всем жалобам больных. Ей было 34 года, когда вместе с 38 сестрами милосердия она отправилась в Турцию, где находились госпитали. Там она последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. В конце 1855 года по ее инициативе был организован сбор пожертвований на создание школы по подготовке сестер милосердия. Она стала родоначальницей системы по подготовке кадров среднего и младшего медицинского персонала. Последовательниц Флоренс Найтингейл в России немало. Выступая на открытии Всероссийского совещания директоров медицинских колледжей, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что последние годы ситуация с кадрами стала улучшаться. По ее словам, прием в медицинские колледжи и медучилища вырос на 16%. А в 2015 году министр здравоохранения отметила, что за год значительно вырос конкурс в медицинские колледжи, техникумы и училища. Не стал исключением и Ненецкий округ. В социально-гуманитарном колледже имени Ваучейского это одна из самых востребованных специальностей. Хочется сказать, что эта специальность вообще у нас открывалась совместно с Ненецкой окружной больницей. Тогда, в 2000-х годах, был заказ на данную специальность, на данную профессию, потому что в округе была острая нехватка среднего медицинского персонала. По специальности медсестра с 2003 года было всего шесть выпусков. Сейчас обучается еще 46 студентов. В этом году одна из них достойно защитила честь Ненецкого округа в конкурсе профессионального мастерства. В апреле 2016 года в городе Дудинка на базе Таймырского колледжа проходил конкурс Arctic Skills по профессиональной компетенции «Сеслинское дело в терапии». И участницей этого конкурса стала студентка второго курса Соболева Светлана. И надо сказать, что эксперты отметили хорошую подготовку нашей студентки, и в результате студентка получила диплом третьей степени. Светлана – студентка второго курса. Девушка, она деревенская, из семи оленеводов, выросла в селе Ома. Ну, я с детства вообще мечтала стать врачом, но так как не получилось мне сразу поступить на врача, ну, даже, я могу сказать, не пыталась поступить, а поступила, была возможность сюда поступить, я поступила на сестринское дело, ну, как бы, и спробовать свои силы вообще, смогу ли я работать, смогу ли я учиться. Поэтому пробуем здесь. Нравится? Очень нравится. Нисколько не жалею, что я поступила сюда. А где потом планируешь работать? Ну, в каком-то отделении, может, у тебя есть какой-то приоритет, там, детское, там, хирургическое? Я бы хотела работать в хирургическом отделении. И если Светлана Соболева пока только на пути к заветной профессии, то Ирина Фофанова в своей профессии более 30 лет. Даже не представляла себя больше нигде, кроме как медицины. Не знаю, почему, с детства, может, как-то лечила куклы или что, как, с чем это связано было, не знаю. Когда училище училась, студенткой была, да, было страшно идти, даже укол этот боязно было идти делать. А потом уже с училища пришла, я работала в Феодосии в госпитале, так что как-то было, не знаю, легко. Часто благодарят ваши, вот, например, пациенты? Ну, спасибо, после перевязки всегда спасибо. А чему радуетесь вот своей профессии? Радуюсь, когда, знаете, когда перевязываешь рано, они начинают заживать. Кстати, скоро Ирине Федоровне за многолетний труд вручат почетную грамоту от Министерства здравоохранения. Всего в Ненецком округе на сегодняшний день трудятся 383 медсестры по 20 специальностям. Из них 206 в стационарных условиях, 173 в амбулаторной. 59 медсестер имеют высшую квалификационную категорию, еще столько же первую. Вторую квалификационную категорию имеет 9 медсестер. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.